В 19-й раз зазвучал на Слободской земле фестиваль авторской песни под алым парусом мечты. Уже привычно на излёте лета в дни Грина собрались в библиотеке поэты, музыканты, певцы, поклонники творчества писателя романтика. Это событие стало визитной карточкой не только Гриновской библиотеки, но и города. С утра в нашем зале царит атмосфера романтики. На горизонте алый парус – символ мечты. Той мечты, которая обязательно сбудется, если в неё верить. Так писал романтик, рыцарь мечты Александр Степанович Грин. Нет его, но мечты сбываются, и по зову родной земли возвращаются, возвращаются и причаливают корабли. Участники фестиваля черпают вдохновение в произведениях Александра Грина и погружают в увлекательный гриновский мир зрителей. Впрочем, в этом году не менее популярна патриотическая тематика. Я буквально неделю назад вернулся с концертами зоны действия СВО. Там люди абсолютно честные, открытые, прямые. И вот таких же людей я вижу среди и зрителей, и выступающих именно в городе Слободском. Вспоминают в тылу в этот час дети их и солдатские жёны ждут, даже вернутся в запас Алексею Равину Семёну. Участники съезжаются на фестиваль из разных уголков Кировской области. Среди исполнителей – земляки писателя «Романтика», а также жители Кирова, Амутнинска, Котельнича, Оричей, Вахрушей, Юрьянского района. Мы сюда все приезжаем с удовольствием. Вот эта теплота, с которой встречают нас всегда, и с пряниками, и, будем говорить, и с душевной любовью. Всё это интересно, и приезжают хорошие, интересные авторы. Даже Гренландия то проводится, то не проводится, а вот этот фестиваль, он всегда есть. Поэтому, будем говорить, заслуга большая Слобожан. Дай Бог им всем здоровья. С тех пор, как у библиотеки появился Гриновский дворик, фестивали проводили там. Однако в этом году из-за погоды мероприятия пришлось перенести в зал. Что, в общем-то, совсем артистов не огорчило. Собрались здесь и преданные поклонники фестиваля, и дебютанты. Это удивительный автор, это удивительный романтик, наш земляк. И когда я читаю его произведения, стихи, книги, это всегда вдохновляет и поднимает алые паруса просто в жизни. Я пишу музыку. Я пишу и стихи, и приезжаю со своими песнями. Основная тематика моих произведений – это любовная лирика. Но в последнее время пишу и военно-патриотические песни. В Слободской мы часто ездим также с музыкальной школой, коллективным оркестром. Сегодня я читаю стихотворения и исполняю одну песню. Ваше впечатление, атмосфера у этого фестиваля, как опишите? Она семейная, дружеская, уютная. Здесь собираются одни и те же авторы, которые делятся своим творчеством, чем-то новым. Пополняется состав участников. Здесь попадаешь в сказку. Не смотри на меня через призву обид и не слушай чужих пересудов и сплетен за твоей спиной. Каждый прожитый миг за душевную боль мы друг другу ответим. Участники представили своё творчество в нескольких номинациях. Однако это вряд ли облегчило работу жюри. Настолько разнонаправленными и яркими казались выступления. И все – жизнеутверждающие. Я смотрю, любуясь, не дыша, на земные милые красоты. Всё ещё поёт моя душа, всё ещё цепляет в сердце что-то. Кажется слезою грусть моя. И благодарю я мироздание. Вот за это счастье таки я и любви вселенской осознанья.